В Барнауле я оказался случайно, у меня было в кармане рублей 500 с копейками. Работал на заводе барнаульских механических прессов. Мы продавали станки за рубеж, на машиностроительные предприятия, на монетный двор Казахстана в том числе. Достаточно интересная была работа, которая дала нам такой хороший опыт. Все началось с гаража, с арендованного 25 квадратов. Мы делали металлоизделия, делали их быстро, с хорошей точностью. Заказчика становилось больше, и мы наняли первых сотрудников. Дальше начали расширять ассортимент. И вот уже более 10 лет я занимаюсь предпринимательством. Сейчас это достаточно широкий ассортимент кровельных, фасадных материалов, крепежа, материалов для внутренней отделки. Это задействовано больше 1000 квадратов, это торговые складских площадей. При этом мы продолжаем развиваться. Мы можем, в принципе, закомплектовать любой строительный объект. В 2020 году мы закомплектовали несколько детских садов, дом для сирок, больницы были переоборудованы тоже с нашей помощью. Ну и плюс это небольшие строительные компании. В следующем году будем открывать новое производство, уже готовим производственные площади. Открыт вот шоурум с хорошей представленностью, куда можно прийти и выбрать строительные материалы. В принципе, это не первый уже кризис. И мы, как и в прошлой кризисе, мы всегда ищем возможности, а не причину опустить руки. Вот так и в этот раз случилось. Сотрудники через три дня пришли и сказали, что мы хотим работать. Мы организовали пространство, безопасное для всех, для посетителей, для сотрудников. Очень сложно спрогнозировать рост выручки или объемов. Но, тем не менее, мы обновили свой автопарк, увеличили его, чтобы доставка была более оперативной. Мы смотрели, где можно усилиться на самом деле, стать лучше и ближе для клиента. Бизнес, ну это свобода принятия решений в плане инвестиций, в управленческие решения. То есть достаточно много, это очень большой такой спектр решений, которые, по сути, ежедневно нужно принимать. И как ты примешь, от этого зависит работа твоей компании. Это большая ответственность за людей, которых ты нанимаешь, за то, что творится в твоей компании. Что ты несешь людям, это постоянная включенность в процесс. Это важно очень, не выпадать с ним. Сейчас очень быстро все меняется. И надо уметь подстраиваться под эти вот изменения, там, кризис, например. Тогда, возможно, у тебя что-то будет получаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!